Физкульт-привет, друзья и ученики! Давайте проверим сегодня наши с вами знания, а заодно протестируем навшивость наших тренеров и ваших персональных инструкторов. Эту информацию должен знать, осознавать и применять каждый тренирующийся натурально и не очень для реального прогресса. Тренировки на определенные достижения требуют различных режимов. Давайте вкратце, условно, тезисно разберем каждый. Тренинг на массу быстрых гликолитических мышечных волокон. Предполагаю, в тренировке, после которых вы будете отдыхать день-два, а иногда кому-то понадобится и три. От 8 до 12 повторений, не до отказа. 2-3 рабочих подхода в упражнении максимум. 3 упражнения на крупную группу мышц и 2 максимум на мелкую. Отдыхать между подходами от минуты до полторы. Но, общее правило обсудим сразу. Отдыхайте, кроме тренинга на окислительные мышечные волокна, где лимит времени ограничен и для рабочей фазы, и для фазы отдыха. Во всех других видах тренинга отдыхаем ровно столько, сколько вам необходимо на восстановление дыхания. По нему и ориентируемся. Амплитуда движения неполная. Вес не выжимаем полностью и не опускаем в самую нижнюю точку сантиметра на два. Негативная фаза средне-замедленная. Позитивная взрывная-быстрая. Это что касалось массы быстрых мышечных волокон. Тренинг на массу медленных окислительных мышечных волокон предполагает тренировки хоть каждый день от 3 до 9 подходов с 30-40 секундами отдыха и столько же времени нужно находиться под нагрузкой. Тренировка мышц-антагонистов при таком подходе возможно друг за другом. К примеру, бицепс-рицепс, квадрицепс и бицепс-бедра. Грудные и широчайшие. При тренинге одной мышечной группы между такими сериями нужно отдыхать 10 минут. То есть, если у вас упражнения на одну и ту же группу мышц следуют одно за одним, то между этими упражнениями должно пройти 10 минут. Либо 5 минут, если вы будете делать какую-то либо легкую аэробную. Не анаэробную, не путайте. Амплитуда движения укороченная. Негативная фаза медленная, как и позитивная. 2-3 серии на крупные группы мышц и по одной-две серии на мелкие. Еще что касается амплитуды движения. Она укороченная, но ограничена самым сложным участком амплитуды. Обычно это середина амплитуды. Тренинг на массу промежуточных мышечных волокон. Предполагает тренировки, после которых вы будете отдыхать день 2-3, а некоторым может быть и 4. До 3 подводящих подходов в упражнении. По 10-12 повторений. Плюс 1 сет на 12-15 повторений до полного мышечного отказа. Затем сброс 15-20% веса. И немедленное выполнение еще 6-8 повторений до полного отказа. Отдых между подводящими подходами от минуты до полторы. Между упражнениями от 2 минут. 2 упражнения на крупную группу мышц и по одному на мелкую. Не пренебрегайте этим правилам, иначе вгоните в себя в жесткая плата и перетренированность. Амплитуда движения полная, негативная фаза средняя, позитивная фаза взрывная, быстрая. Тренинг на силу предполагает различные тренировки, после которых вы будете отдыхать 2, а иногда и 3 дня. Первая тренировка, когда вы работаете с околопредельными весами, на 2-5 повторения. Не до мышечного отказа. Это нужно, важно понимать. Отказ убивает силу, и когда мы работаем над силой, никогда не доходим даже до отказа. Одно-два повторения всегда оставляем в запасе. От 1 до 2 упражнений на крупную мышечную группу и по одному на малую. Отдых между подходами от 2 минут до 10. По 3-5 рабочих подходов в упражнении. Амплитуда движения полная. Негативная фаза средняя. Позитивная, взрывная, быстрая. Следующая тренировка с цепями и или резиновыми жгутами на обоих концах грифа. Это тоже силовая тренировка. Вес подбираете такой, чтобы смогли сделать 6-8 повторений в подходе. И естественно 2-3 повторения оставались в запасе. Амплитуда движения полная. Негативная фаза средне-замедленная. Позитивная, как всегда, взрывная, быстрая. От 5 до 7 подходов в упражнении. По одному упражнению на мышечную группу. Следующая тренировка с весами от 50 до 70% от разового максимума. На 3 повторения. Либо на 5-7 соответственно. Плюс 3 повторения в запасе. Амплитуда движения полная. Негативная фаза замедленная. Позитивная, взрывная. Максимально быстрая. Отдых между подходами от минуты до 2. 2-3 упражнения на крупную группу мышц. 1-2 на мелкую. Еще один вид тренировок на взрывную силу. Плеометрика так называемая. Которую большинство ребят незаслуженно обходят стороной. Выпрыгивание из низкого сета. Запрыгивание на высокую опору. Отжимания с хлопком. Спринтерские выбегания. Тяжелоплитические рывки и толчки. Тренинг на выносливость. Или как сейчас принято говорить. Функциональный тренинг. Может быть как ежедневно интенсивным. Что приведет к гипертрофии сердца. И в итоге не хорошо скажется на вашем здоровье. А может быть грамотным. Когда вы сначала тренируетесь на увеличение мышечной массы. А после на преобладание в своих мышцах окислительных. Медленных так называемых мышечных волокон. Силовая основная часть тренировки. Должна занимать максимум 50 минут. Плюс время необходимое на разминку и заминку с растяжкой. Это время не входит во время 50 минут. 50 минут обращаю ваше внимание. Это именно силовая работа. Нигде не применяются отказные подходы. Кроме как тренировок на промежуточные мышечные волокон. Плюс при тренинге на окислительные мышечные волокна. Но там наступает свой определенный вид отказа. С которым вы ознакомитесь и полюбите его. Потому что это именно тот вид отказа. О котором говорил Арнольд Шварценеггер. От которого растут наши мышцы. Эти простые принципы помогут натуральному атлету не топтаться на месте. И уверенно прогрессировать. Работая по принципу периодизации. Основанном на различном типе мышечных волокон. Как применять его на практике? Есть у меня отдельные статьи. Можете изучить их. Есть статья. Называется спина от А до Я. Где на примере мышц спины. Привожу полный цикл. Одного витка. Передационного. Но друзья. Здесь я не указал. Все виды тренинга. Есть еще тренинг на. Непосредственно выносливость. Есть тренинг на укрепление. Сухожильно связочного аппарата. Плюс на промежуточные мышечные волокна есть еще один вид тренинга. На окислительные мышечные волокна 5 минимум различных видов тренинга. И естественно на обычные наши с вами любимые гликолитические мышечные волокна существует очень много вариантов воздействия. Все они есть в моей закрытой группе. В которой уже 170 участников. Все довольны. Все прогрессируют. Нет ни одного негативного отклика. За что я очень благодарен. Девчонки. Не забывайте что скоро выходит большая книга. Целиком и полностью посвященная вам. Вашему питанию, тренингу и восстановлению. В ней будет очень много эксклюзивного материала. Направленного прежде всего на понимание женского организма. Отличается ли он чем-то от мужского. Если отличается, то чем и как это сказывается на тренировках. На составлении плана тренировок. На питании. И будем рассматривать много информации о том, как подходить ко всем этим вопросам через призму менструального цикла. С возрастными изменениями. И очень-очень много интересной эксклюзивной информации. Не забывайте, что сейчас проходит конкурс на лучшее название книги. Кто наберет больше всего лайков, чей вариант наберет больше всего лайков, получит возможность бесплатно вступить в закрытую группу. А если я использую в названии книги чей-либо вариант, тот получит большой супер приз. Это год бесплатного онлайн тренинга со мной. Друзья, берегите себя. Всегда грамотно тренируйтесь к любому вопросу. Особенно к вопросу оздоровления. Подходите с головой. Просматривайте его с разных сторон. Не забывайте, что у медали как минимум две стороны. Увидимся в тренажерном зале. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше. Чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию на все типы мышечных волок. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группы, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова